Ладно, девочки, если честно, сама терпеть не могу эти гадания, где видно лицо гадающего, и то есть видно его эмоции. Но мне по-другому никак неудобно гадать, поэтому я буду максимально долго и много показывать карты перед экраном, чтобы рассказывать. Не знаю, может быть, вам понравится моя мимика, может быть, вы как-то откликнетесь, потому что, честно, я сама не люблю этих тарологов, которые сидят и разговаривают со мной. Вот, люблю, когда чисто карты на столе. Ну давайте, раз уж пошло, ну так пошло, я не знаю. Что я хочу погадать, на что? Хочу погадать на танцевальную индустрию в 2023 году, и знаю, что основная моя публика это танцоры, вот, и мне самой просто интересно. Я никак не могла найти способ, как погадать. Я выходила на личном аккаунте в инстаграм в прямой эфир. На своем аккаунте сейчас, ну просто нелогично выходить на большом, на основном. В телеграмме, что-то тоже, короче, не могу, и поэтому решила просто записать видео, выложила его на ютуб, кто посмотрит, кто тут посмотрит. Ну, короче, будь что будет. Люблю, увы, эти карты, вот, обычная классическая колода, обожаю. Давайте срозоточимся, давайте, что вас ждет в танцах, в танцах именно, что вас ждет в танцах в 2023 году. Вот, представляете, я когда начала сама для себя гадать, у меня на дне колоды был туз пентакли. И сейчас, когда я перемешала, он снова возник. То есть, что обозначает то, когда внизу колоды туз пентакли. То есть, низ колоды обычно показывает на то, с чем человек пришел, почему человек пришел сюда, да, да, зачем он сюда пришел. Скорее всего, что вас ждет в танце в 2023 году, да, и зачем вы сюда пришли. Но вы пришли с тем, что вы хотите больше заработать. Тут явно понятно, да, тут монета, тут я, ну, то есть, а как по-другому еще интерпретировать. Вы хотите больше заработать в 2023 году. И вы пришли сюда, потому что, возможно, вы возьмете какую-то идею с этого видео в 20, для 2023 года, как заработать или как сделать свой проект и так далее. Понятно, да? Походу, буду на YouTube выкладывать. Ну, а что делать еще? Не знаю. Вот оно просто, понимаете, оно из меня идет, я гадать хочу, но я никак не могу найти этого приспособления. Из меня прям льется это. Девочки, я не знаю. Хорошо. Ну, первый, самый простой вопрос, что вас ждет в танцевальной карьере в 2023 году? Да, десятка мечей. Ну, смотрите, иногда можно трактовать то, что десятка мечей это какая-то смерть чего-то, да, заканчивание, это боль. Ну, нет, на самом деле у меня чаще всего дайотарологов, которые как бы вот не ванильные, не в адеквате вообще, которые изучают глубоко карты. Десятка таро, как правило, показывает заканчивание этапа. То есть какой-то этап, который у вас сейчас тянется, и, скорее всего, он тянется не очень приятно, он сейчас заканчивается, да, и наступает 2023 год, когда вы отбрасываете, вы просто убираете все, что в 2022 году вам мешало. То есть все препятствия, вы их устраните, вы их уберете. Давайте я вам выложу в вашу сторону. Ну, вот, мне кажется, что так будет прикольно. Или вот в эту сторону получается, вот в эту, по-моему. Потому что на зеркалидже. Хорошо. Что ждет по финансам у вас в 2023 году с точки зрения танцев, да, и с танцевальной индустрией? Колесо фортуны. Ну, видите, здесь неоднозначно идет у меня ответ. Это не значит, что их не будет. Или нет ответа, будут ли они. Здесь ответ такой... Знаете, мне иногда смешно очень, как карты себя ведут, когда у меня спрашиваешь, будут ли деньги. А она такая, ну, не знаю. Захочешь будет, захочешь не будет. Здесь то же самое. Ну, то есть захотите будет. Не захотите не будет. Но какой-то шанс и удача вам подвернется. То есть будут моменты, когда они будут удачливые. Здесь нужно схватить синицу за хвост. Вот, возможно, войти в какое-то наставничество. Возможно, купить какое-то обучение. Возможно, пойти на какой-нибудь класс. Возможно, поехать в какой-нибудь город. Да, ну, то есть оно будет. Оно будет. Оно будет. Оно придет. Деньги придут, но надо ухватиться. Не пропускайте. Не пропускайте. Вы знаете, вот когда чувствуете отклик прям, чувствуете, что хотите, горите, вот это ваше, да, но думаете, ну блин, ну нет денег. Они придут под намерение, придут просто, вы сами офигеете, как они придут. Вот. Не бойтесь никогда, не бойтесь никогда, что не хватит денег. Хватит. Хватит, точно хватит. Хорошо. С точки зрения блога, как будет реагировать, какая будет реакция, ну то есть будет ли рост в блоге в двадцать третьем году у вас. Ну, как вам сказать. Боитесь ли проявляться в полной мере, я вижу. А, еще не показала. Да. Чувствую, здесь идет такой ответ, что вы походу побаиваетесь проявляться в блоге, побаиваетесь доносить какую-то информацию. Возможно, у вас есть потенциал, есть что дать, потому что, ну как видите, вот у него столько много всего за спиной этих идей, да. Очень много идей, он держится за одну и боится проявиться. Причем на него никто не нападает, он стоит один, перевязанный, крови у него нет, да, он просто стоит и боится. То есть в блоге мешают проявляться только страхи. Да, ну то есть здесь сначала надо поработать страхами, и даже если вы проявляетесь в полной мере там в блоге, сейчас вы думаете, да, вот у меня такое, мне говорят, Алена, ты не проявлена, мой коуч. Я говорю, смысл не проявлено, я каждый день трясу жопой в блоге. Они такие, ну это не про это, ты свою мысль не доносишь. Ты то, что хочешь сказать в блоге, ты не несешь, ты делаешь, ну типа как хотят тебя видеть. Ну, к примеру, то есть моим большим шагом было в блоге открыться и начать там Таро транслировать, да. Это было большим моим шагом. Ну вот, собственно, здесь именно вот этот страх, что-то вы не показываете, что-то вы не показываете. Хорошо. Ладно, это про блог, а вообще с точки зрения медийности, что вас ждет с точки зрения медийности и популярности в этом 23-м году? Ну, карты такие. Не могу сказать, что они вдохновляющие, меня тоже не вдохновляет эта карта, пятерка Пентакли, карта бедности. Да, карта трат. Но я бы не траттовала ее напрямую вот так вот плохо, да. Я бы как-то вот по-другому к этому подошла. Возможно, на продвижение, потому что карта трат. Вот она. На продвижение нужно будет потратиться, как будто я свой курс продаю, но это не так на самом деле. На продвижение нужно будет потратиться, нужно будет вложить деньги. Карта трат. Да, вот как только у меня выходит карта дня, это карта, это значит, что я куда-то потрачу деньги. То есть какое-то сделаю вложение. И здесь может быть правильное вложение по этой карте, потому что, ну, карта-то Пентаклиевая, да. Ну, то есть монетки вы видите. То есть с точки зрения медийности нужно будет вложиться в себя, нужно будет вложиться в свое развитие. Но сейчас, девочки, без этого никак вообще. Ну, то есть без вложений в себя это невозможно. Так вот, наверное, лучше, да, будет? О, вообще класс, супер. Так, ладно. Знаете, вот хочется, чтобы была такая вот уютная атмосфера, чтобы как будто бы я вот с тобой сижу и тебе гадаю. Вот было бы вот это прикольно. Класс. Так, мне так нравится, если честно. Так, ладно. Может, я буду блогером-торологом, кто-то знает-то. Но мне нравится, правда. Ладно, хорошо. Давайте сосредоточимся. Дальше, какой я хочу задать вопрос. Видите, вот оно удача-то есть. Но тут надо закончить, тут решить, тут положиться. То есть, ну, вот просто так вот. Но не будет все-таки, не будет, не будет так. Так, нужно будет что-то сделать, предпринять. Хорошо. Кто или что поможет вашему продвижению в танцах? Вот, знаете, меня так бесит это, когда карты так начинают говорить. Они мне второй раз показывают одно и то же. Уже второй раз. Вот. Колесо фортуны. Суд. Пожалуйста. Что поможет заработать? Судьба. Что поможет продвинуться? Судьба. Ну, типа, понимаете, у меня такое чувство, как будто карты меня посылают в жопу. Говорят, вот это сначала проработай. Ну, не я, а вы, в смысле. Вот это сначала проработайте. Потом уже приходи с вопросами. Потому что, ну, типа, вот. У тебя есть задачи. Потому что, ну, как можно еще эту карту так трактовать? Ну, хотя можно. Вот смотрите. Может помочь, помочь род. Да. Проработка рода, может быть. Проработка родителей. Может быть, поможет... Здравствуйте. Может быть, поможет, в принципе, мама-папа. Да, может быть, поможет. Вот прям какое-то должно быть возрождение вас. Может быть, какое-то возрождение вас в танцах. Может быть, вы как-то уже там были в индустрии. Какое-то возрождение. Но вообще, вот, поможет продвижению кармическая ситуация. Вот по-другому никак невозможно объяснить. Ладно, давайте дальше. Давайте спросим. Стоит ли ехать на то мероприятие, на которое вы запланировали в танцах? То есть, или и какое это должно быть мероприятие? Стоит ли ехать на это мероприятие, ивент? Ну, смотрите, возможно, здесь нужно посетить два мероприятия. Не только одно. То есть, если вы выбираете между двумя мероприятиями, я думаю, что надо на два ехать. Видите, здесь человек выбирает, куда вложить деньги. Будете выбирать, в какое вложить. Будете выбирать, вложить там, не знаю, в продвижение, или вложить в коучинг, или в ту же проработку рода, или вложить в танцевальное мероприятие. Будете выбирать. Но я вам рекомендую выбрать и то, и другое. Ну, очень странный расклад, конечно. Хорошо, девочки, давайте поговорим, знаете, о чем? На чем сосредоточиться в этом году? Ну, то есть, вот, какое... Куда направить свою энергию, в первую очередь, в этом 2023 году? Зарабатывание денег, все-таки, понимаете? Ну, смотрите, здесь, может быть, еще по-другому проиграться. Может быть, в этом году, может быть, стоит обратить внимание на семью. Вот у нас уже две семейные карты. Может быть, все-таки, обратить внимание на семью. Может быть, все-таки, проработать какие-то детские травмы. Может быть, просто приехать к маме и папе. Может быть, завести семью. Да, может быть, выйти замуж вам надо в этом году. Может быть, сейчас мне вообще не про танцы. Видите, здесь как бы, ну да, они, ну то есть, если вы выберете, то будут танцы, но здесь очень много подсказок о том, что да, танцы это хорошо, это потрясающе, но вам нужно пройти несколько испытаний, а вот в семье и вот в деньгах будет побольше успехов. То есть, может быть, какой-то найти семейный бизнес или бизнес там, или там не бизнес, то есть что-то групповое, что-то вот в группе, возможно, вы будете делать, причем в группе близких людей. Вот на этом нужно сосредоточиться. Так, ну сюда. Хорошо. На чем нужно сосредоточиться? Давайте так. Вообще, стоит ли развиваться в этом году в танцах вам? Не знаю, девочки, не знаю. Не знаю. Как будто бы, я не могу сказать, что нет, да? Ну, не могу сказать, что нет. Но вот именно прям танцы, танцы, танцы. Кажется, оно принесет прям, ну, болезненную ситуацию. Мне кажется, что здесь прикольно бы рассмотреть какие-то еще другие варианты, которые могут быть, может быть, какую-то интеллектуальную работу, мечи, это интеллектуальная работа. Это не значит, что вообще не надо развиваться в танцах. Это значит, что может быть еще что-то куда-то посмотреть. Потому что если прям только одни танцы, ну, вот болезненно, 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 конечно. То есть может произойти то, что, ну, прям будет не очень приятно. Не люблю эту карту. Вот тройку мечей прям сильно не люблю, не знаю почему. Не хочу настраивать вас плохо. Хорошо, тогда в какой сфере будет, в танце, в какой сфере тогда вам лучше развиваться? Да, мне карта, она подкидывает, что в семейных каких-то вот историях. Но давайте еще раз спросим, а где тогда лучше развиваться? Ну, то есть в какой сфере, в какую сферу лучше направить свою энергию? Хотя этот подобный вопрос я уже задавала, но все-таки не такой. Ну, смотрите, может быть, подумать о том, как переехать за границу, да? И здесь я еще, знаете, как трактурую вот эту вот карту? Это вот у него стоит посох один в руке, да? И мне кажется, вот как раз танцы, танцевальная индустрия, это как раз вот вы держите в руке и смотрите, а что же дальше? А что дальше? И сзади еще две идеи, вот тройка, тройка, да, у нас две троечки, вот тут три троечка мечей, здесь троечка, да, троечка жезлов. И вот смотрите, по тройке, может быть, у вас сейчас две сферы и будет какая-то третья идея, третье вот осуществление желания какое-то. Потому что, ну, прям идет, как будто бы здесь намекает все, кроме танцев, может быть, что-нибудь еще. Прям очень сильно намекает. Прям смотрите, как человек стоит и смотрит вдаль. Ну что, девчонки, если честно, не расстраиваться, это не значит. Смотрите, как таро работает. Вы берете для себя идеи, таро только намекает. То есть таро сейчас на что-то вам указывает, что, типа, блин, вот туда еще посмотри, вот туда взгляни. Он не показывает, ну, то есть оно не показывает то, что, типа, все, все, хуёво, ничего не получится. Нет. Просто таро как бы намекает куда-то еще в какую-то сторону посмотреть. Возможно, там будет прям суперрезультат. Вот. Это то, что я вам рекомендую. Все. Love, community, peace. Потрясем мео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.